Мы мусульмане такие дикие и невоспитанные, но наши старики не умирают в одиночестве, говоря, что и забыли. Мы такие агрессивные и злые, но даже во время сражений нашего пророка, да было славит его Аллах и приветствует, процент погибших с обеих сторон в сумме составлял 7-10%. Что уж говорить о мирном времени? Мы мусульмане такие неопрятные и грязные, но мы ноги моем чаще, чем вы моете лица. Вы постоянно любите говорить, что мы помешаны на своей религии, фанатики ненормальные и ничего для мира не сделали. Но как же нитроглицерин, азотные и серные кислоты, натрий, аммиачная соль, нашатырный спирт, металлургия, разные методы опреснения воды, разные виды благовония, мыло. Ведь все это открытие мусульманских ученых. Может продолжим? Аббас Ибн Фернас является первым человеком, который проложил путь в авиацию, натянув плотную ткань над деревянный каркас, соорудив тем самым первый планер. Исмаил Аль-Джазари изобрел коленчатый вал. Кроме того, он сконструировал клапанные насосы, водоподъемные машины, водяные часы, фонтаны. Хватит? Нет, давайте продолжим. Ветряная мельница, вентилятор, водяные и паровые турбины – это тоже заслуга мусульман. Аль-Харизме написал математический трактат, благодаря которому появилась алгебра. А когда в Европе только появилась медицина, исламский мир опережал запад в этом примерно на тысячи лет. И ни для кого не секрет, что основателем медицины фактически является Абу Али Ибн Сина, он же Авицен. Отец хирургии Абулькасима Захравий придумал около 200 инструментов, которые применяют в хирургии до сих пор. Скальпель, пинцет, хирургическую иглу, кетгут, гипсовые повязки, пилу для костей и даже шприц. Арабы первыми начали практиковать анестезию. Ну а если вы прочитаете труды одного из величайших исламских ученых Ибн Таймии, то поймете, что мусульманские ученые занимались не только богослужением. Поверьте мне, разговоры о том, какие мусульмане дикие и невоспитанные и необразованные, можно продолжать бесконечно. Но было бы немного справедливее, если бы об исламе и мусульманах вы спрашивали бы у мусульман, а не у кого-то другого. Ведь вы никогда не пойдете к ученому в области ядерной физики, если у вас заболит позвоночник. Вы пойдете к врачу и это правильно. Я призываю вас к исламу, ибо ислам это идеальная система для жизни человека. Мир вам. Автор неизвестен.